Камский автомобильный гигант Впервые мы о нем услышали осенью 1969 года. Здесь, на берегу Камы, выбирали для него место. Уже в то время мы представляли, через 5-6 лет страна получит новенькие 8-тонные грузовые автомобили. Время строительства Наступил январь 1970 года. Время – начало строительства. Чистое поле стало полем деятельности большой армии проектировщиков, экономистов, строителей Здесь будет город заложен на 350 тысяч жителей и крупнейший в мире автомобильный комплекс Начали геодезисты За ними потянулись вагончики строителей, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, бурильные станки Для тех, кто пришел сюда первым, этот день не забудется никогда Что позволило именно здесь, в Закамье, развернуть такое большое строительство? Вспомним совсем близкую историю 1948 год Вот она, уважаемая старушка, скважина номер 3, трудится, хотя заслуженно стала памятником Она родоначальница большой татарской нефти Нефть дала жизнь химическим комбинатам, заводам, городам Альметьевск был первенцем 17 лет назад возник он на голом месте Вслед за ним на глазах преображался весь край Всего 10 лет Нижнекамску Он рос вместе с химическим комбинатом Крупнейшим в Европе предприятием по производству синтетического каучука А каучук – это шины для будущих автомобилей Нижнекамская ТЭЦ Заинская ГРЭС Миллионы киловатт-часов электроэнергии Для нефтяников и химиков А теперь и для автомобиле-строителей Бурно развивающейся промышленности И этого становится мало Теперь в набережных Челнах Строятся самые мощные на камне гидроэлектростанции К моменту пуска автозавода Она даст первый ток Как видим, место для строительства автогиганта Было выбрано не случайно Бетонный завод и завод ячеистых бетонов В набережных Челнах Уже сейчас дают продукцию для стройки Им предстоит расти До больших промышленных объектов В самом ближайшем будущем А пока Крупные железобетонные конструкции Будут давать промышленные Казань Тольятти Значит, нужна дорога И она уже строится В две бетонные полосы КОНЕЦ Обратите внимание На строительстве работает Самая новейшая техника Иначе нельзя Сроки А вот еще Обратите внимание Стройка только начинается А живой городок строителей Уже растет Строится пятиэтажное здание Квартира со всеми удобствами Строится общежитие Уходит в прошлое Романтика вагончиков и бараков Место полевых кухонь Прочно занимает столовая Ну а кто же строит? Давайте познакомимся с одной из бригад Маляров штукатуры Вам слово, пожалуйста Я работаю бригадиром Маляров Звать меня Никишин Михаил Иванович Строим и жилые дома В этом году мы построили Мы новые, конечно, люди Но сдали 20 тысяч квадратных метров На следующий год предполагается 100 тысяч квадратных метров Откуда вы приехали, девушки? Меня звать Рая Откуда вы приехали? Я тоже из деревни приехала Кадырова Из Кадырова Меня зовут Валя Приехали мы из Альмитиска с подружкой По комсомольской путевке Строить будущий город То есть, ну и, конечно, автозавод Я приехал из города Мамадыш-Татарского севера Приехал домой В юнем месяце Слышал, что на бронежном лунах Будет строиться огромный гигантский автозавод И в добром месяце Я зашел в районный комитет комсомола И попросил, чтобы направить меня На строительство автогиганта Как же молодые рабочие становятся специалистами? Расскажите, Михаил Иванович Молодые рабочие к нам приходят Часть молодых, не имеющие специальности Обучаются в учебном комбинате Часть на производстве обучается На производстве обучается 2-3 месяца По способности человека После присваивается разряд На учебном комбинате 2-2,5 месяца А что же после стройки? Будете работать на автозаводе? Вот вы, Исак Обязательно буду работать в автогиганте Потому что сейчас учусь на электросворщиках А вы, Флера? Мы хотим какую-нибудь специальность получить И куда-нибудь поехать учиться И потом автозавод Вот так ежедневно Самолетами, автобусами А кто и просто на попутной машине Едут молодые строители В набережные Челны Едут, как ехали их отцы На Днепрогес и Магнитку В Донбасс и Комсомольск-на-Муре Чтобы строить, любить Создавать семьи Учить детей И самим учиться Едут, чтобы создавать свой город Свой завод Рождение 1970-го года Идут письма Со всех концов страны 150-200 в день И на каждое письмо Летит ответ Строители требуются Приезжайте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok